Два самолета ТВС-2МС, изготовленных РУСАвиапром для Наринмарского объединенного авиаотряда, проходят в эти дни испытания в Новосибирске. По данным руководства предприятия, документы о передаче самолетов в собственность Ненецкой лизинговой компании поданы 10 марта. После этого компания передаст самолеты окружным авиаторам по договору лизинга. Планируется, что техника прибудет на Наринмар уже к концу текущего месяца. Напомню, самолеты приобретены в лизинг на три года. Стоимость договора поставки составила 162 миллиона рублей. С учетом лизинговых платежей, контракт обойдется авиаторам в 187 миллионов рублей. О новых самолетах нашему каналу в программе «Законодатели» рассказал руководитель Наринмарского объединенного авиаотряда, депутат окружного собрания Валерий Остапчук. Мы понимаем, что очень дорогое топливо на самолете Ан-2. Была поставлена задача о том, чтобы минимизировать расходы на пассажирские перевозки. Поэтому рассматривались несколько вариантов воздушных судов. Когда-то мы говорили про самолет «Твинутер», но он оказался очень дорогим, и экономика здесь не работала. Очень хорошо получилось, что научно-исследовательский институт гражданской авиации Нечаплыгина в Новосибирске разработал модификацию самолета Ан-2 с газотурбинным двигателем. К сожалению, американского производства, но, как показала практика, этот самолет гораздо эффективнее самолета Ан-2. То есть он с полным крылом может взять, допустим, тот же рейс на Ульст-Кару. Мы с полным крылом берем семь, максимум восемь пассажиров, этот самолет сможет двенадцать пассажиров брать. То есть у него двигатель легче на четыреста килограмм, топливо у него дешевле в три раза. Бензин стоит где-то порядка ста рублей за литр. Керосин около тридцати рублей за литр. При одинаковых расходах топлива эффективность мы просчитывали по двум воздушным судам. Она должна составить где-то порядка девятнадцати миллионов. То есть эти девятнадцать миллионов — это бюджетные средства, которые не будут нами востребованы. Посмотрим, правда, боюсь загадывать, но посмотрим, как пойдет эта машина. Но показатели у него очень хорошие. У него есть несколько хороших плюсов. Это скорость, это меньше вибрации, это меньше шум. И это печка, которую там сделали, уже салон утеплили.